Здравствуйте, это не Тель-Авив и не Нью-Йорк, это Одесса, утро на седьмом, и мы рады приветствовать гостю, которая уже появилась у нас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. У нас в гостях, представитель литературного музея. Доброе утро, Маша, рада тебя приветствовать, всегда рада тебя видеть у нас в гостях. И сегодня рада вдвойне, поскольку в ближайшее время планируется очередное очень интересное событие в литературном музее. Что это будет? Это по традиции музейная ночь. Как мне недавно сказал коллега из соседнего музея, что-то вороновато, потому что музейный день, ночь музейная, это вообще 18 мая. Но мы решили как-то не расслабляться и всех уже настраивать на весну, на тепло, потому что как-то погода не греет, поэтому греть будем в литературном музее. Музейная ночь посвящена, опять-таки, весне, женщине, любви. И отсюда и название былое и дамы. Перефразированный герцер, в общем-то. Что, я так понимаю, будет программа насыщенная. Что ожидает тех, кто придет на музейную ночь? Ну, мы опять-таки как музей, мы соблюдаем определенные традиции, поэтому многим уже известно, нашим поклонникам такие есть, как и что у нас происходит. Но каждый раз меняется, естественно, сама тематика и такой сюжет, скажем так. Ну, и в этот раз у нас и названия такие довольно юмористические сложились. Опять-таки, чтобы хотелось улыбнуться и как-то порадоваться. И поэтому первая такая литературно-музыкальная часть, она носит литературное название «Я встретил вас и все». Собственно, так часто происходит при встрече с женщиной, в общем-то, больше уже не о чем говорить. Встретились и встретились. И как раз на тему, опять-таки, женщины будет такая пикировка текстами такого блестящего совершенно журналиста Власа Дорошевича. Он приехал в Одессу, и он собирал мнения одесситов о жизни, об Одессе, о театре. И потом он написал книгу «Одесса, одесситы и одесситки». И там есть совершенно изумительные тексты на тему того, что одесситы думают об одесситках, и что одесситки думают об одесситках. О одесситках. Да, то есть, и когда читаешь, то понимаешь, что ничего страшного, что это было больше, чем сто лет назад. В общем-то, жизнь не изменилась, да, все очень актуально. И, опять-таки, очень так с юмором все представлено. И у него же есть такая тоже замечательная глава, называется она «Одесситка», вообще о том, как появилась одесситка. Ну и вот мы раскроем вот такую вот легенду вообще о том, как одесситка появилась. И с одной стороны Дорошевич, а с другой стороны писательница Тэффи, Надежда Лохвицкая, которая как раз писала такие короткие иронические сатирические рассказы. И вот тоже на тему такого женского характера. И читают у нас талантливейшие актеры украинского театра нашего, Константин Кириленко и Марина Климова. Они как раз недавно так прозвучали просто в премьерном спектакле «Тени забытых предков». Забытых предков, то есть такая драматическая, в общем-то, роль. А здесь они уже раскрываются как одесситы, и вот они между собой спорят на тему того, кто лучше мужчина или женщина. Ну и результат вот узнаем, в общем-то, уже в музее в субботу, кто же победит в этой схватке. А почему решили вот музейную ночь делать в таком юмористическом ключе? Ну, потому что у нас уже очень много всего было. У нас была страшная ночь Хэллоуина, у нас была опять-таки ночь, посвященная любви на 14 февраля, Новому году, калятки и щедривки. И тут как раз в преддверии 1 апреля скоро уже тоже будет юморина. И так как в Одессе редко что празднуется один день, так что мы начинаем уже настраивать на хорошее настроение и на юмор уже с 19 марта. То есть, чтобы уже к 1 апреля все были готовы. Кто за музыкальную часть музейную ночь будет отвечать? Это наши друзья, и в этот раз по самому названию «Былое и дамы», то есть такой немножечко уход в прошлое у нас так состоится, в принципе. И поэтому будет звучать музыка старинных инструментов. Ирина Лукинчук, она преподаватель нашей Академии Неждановой. Играть она будет на мандолине. Я уверена, что мало кто вообще слышал, как звучит мандолина, и, по-моему, только рде этого стоит прийти и посмотреть. Потому что когда я увидела в первый раз такая репетиция, это как-то очень впечатляет. И это будет еще и не просто один инструмент, а еще к нам принесут клавесин. Клавесин большой, тяжелый, звучит тоже потрясающе. И вот как раз такой дуэт. Ирина Лукинчук, Андрей и Прахт, они нас как-то так отправят немножечко вот в это самое «Былое». То есть, в принципе, все вполне логично. «Былое» и «Дамы», они и в «Былом», и в «Настоящем», и в «Будущем». И вот таким образом мы и играемся. Ну и потом еще для того, чтобы как-то, опять-таки, показать вот эту вот атмосферу женскую, у нас состоится и показ исторического костюма. Опять-таки, то, что интересно и женщинам. Ну, когда женщине интересно и ей все нравится, то ее мужчина тоже должен быть доволен. Вот он уже ее привел, где ей все хорошо, и ей все интересно, и все ей нравится. Соответственно, мужчине тоже от этого будет хорошо. Ну, там наверняка будет хорошо, потому что там молодые красивые девочки в невероятно красивых костюмах. Мы начинаем 12-м веком. То есть, можно себе представить, какой была мода средневековья. И потом понемножечку с такими короткими, емкими, но познавательными комментариями мы разбираемся с тем, как мода менялась, как приходили к более облегченным вариантам. И вот завершим эту моду началом 20-го века, когда такая уже стильная, красивая, где-то, может быть, эмансипированная женщина. Это театрально-художественное училище, и вот они с нами тоже сотрудничают. И этого мы ждем с большим нетерпением, как оно все произойдет. Кого ожидаете у себя в гостях? Есть ли возрастные ограничения? Возрастных ограничений нет. У нас никогда не бывает возрастных ограничений, ни половых ограничений, абсолютно никаких. Мы ждем всех, кто... Ну, во-первых, всех наших знакомых, друзей, которые знают, что у нас интересно, потому что литературный музей — это такое место, пока вы туда не попадаете, литературный музей, кажется, что, может, лучше и не стоит туда попадать, потому что само название вот как-то так, может, не надо. Но те, кто попадает в литературный музей, кто узнает хоть чуть-чуть из этой самой истории, потом понимают, что там скучно бывает крайне редко. Да это может быть кто-нибудь приезжий. А когда это делаем мы, то это обязательно будет... Ну, мы готовимся и мы стараемся учесть все пожелания и как можно более четко выбираем, вот что будет интересно опять-таки всей возрастной, любой возрастной категории. Поэтому и во всех соцсетях у нас идет и розыгрыш пригласительных, можно репост, комментарий, и вы получаете пригласительный на музейную ночь. И поэтому, ну, вот абсолютно всех, мужчины, женщины, потому что всего в достаточной мере. Немножечко текстов, но они очень смешны, мы сами их перечитываем, слушаем, и каждый раз оно очень умиляет. Очень женский и очень, опять-таки, как теннисная игра. Он такой туда-сюда, туда-сюда этот мячик прыгает. Вот, музыка, визуальная картинка, естественно, и поэтому оно все время меняется. И, ну, разве что какой-нибудь очень неусидчивый ребенок может соскучиться. Но, с другой стороны, для неусидчивого ребенка у нас есть тоже выставки. Будет представлена выставка живописи. В общем-то, она сразу всех встречает в вестибюле музея. И хендмейт еще, да, будет представлен? И хендмейт, это уже там в галерее, но пока мы так заходим, и одесские художники, это и Николай Прокопенко, и Марина Индоленко, и Алексей Малик, и многие другие. Это просто был такой заказ. Нам нужны картины на тему женщины, опять-таки. Поэтому, ну, работы Прокопенко вообще все знают. Это просто воспевание женщины. Вот, и, в принципе, вот оно сразу впечатляет. А там же у нас, да, будет еще выставки фельдснадель Лилии Штекель. Вообще, проще говоря, это войлоковаляние. Ну, как-то войлоковаляние так себе, тем более есть официальное название фельдснадель. И мы тоже, когда увидели, оказывается, что из, в общем, такой неромантичной материи, как войлок, можно делать совершенно удивительные штучки. Это какие-то и брошки, и сережки. Она принесла нам удивительных таких котиков. Это же Март, опять такие коты. Котики наши все. Котики это наши все. И уже все так цветочки, ладно, какие котики изумительные, всех цветов и так далее. Она сделала клатч такой из войлока. Для ноутбука такие, как чехлы. И вроде, как я же говорю, войлок, ну, так себе звучит. А на деле это очень-очень красиво. И Татьяна Кобица нам представляет такое бисероплетение. Но оно не просто такие себе браслетики. Это тоже такие изысканные украшения. И вот можно будет этим тоже любоваться. Важная информация для одесситов. Сколько будет стоить входной билет и где можно приобрести? Если, может быть, какой-то дресс-код. Красиво. Вот надо быть красивыми, потому что... Особенно рядом с нашими девушками... Особенно рядом с нашими девушками моделями. Сразу захочется как-то, чтобы это было что-то очень нарядное. Входной билет стоит 100 гривен. Это 19 марта. Суббота в 19.00. И там у нас еще, кстати, заявлены две тематические экскурсии. Опять-таки, не классическая, естественно. Родился, жил, умер. Ну и то у нас таких экскурсий не бывает даже в литературном музее. Там обязательно какое-нибудь такое описание. А эти посвящены не столько двум мужчинам, сколько их женщинам. И вот определенному такому обаянию. Даже в самом... Сами названия. Это история... Загадка. Загадка соблазнителя. И мы говорим о нашем самом одесском писателе. Это Исаак Бабель. И темными аллеями гуляем с Иваном Буниным. Тоже так, если посмотреть, Иван Бунин вроде такой весь сухой, серьезный, академик. Но на самом деле там такие страсти бурлили. И поэтому вот вся эта ночь, она как раз и посвящена такой определенной страсти. Известно, что такой активный сезон работы музея в Одессе, он обычно связан с началом туристического сезона. Как вы готовитесь к летнему периоду? Какие сюрпризы ждут одесситов и гостей города? Мы все время... Мы всегда готовы вообще. Нам даже готовиться не надо. Мы всегда, в общем, готовы встретить. Потому что для летнего, ну такого теплого уже, скажем, времяпровождения, у нас есть экспозиция под открытым небом сад скульптур, где представлены юмористические памятники, начиная Рабиновичем. Ну, в общем-то, герой Одессы, как ни крути, это классический анекдот. Я его очень люблю. Рабинович, буквально две фразы. Рабинович, а что делать? Вы счастливы? А что делать? Так что вот мы как раз в таком состоянии. Мы всегда ждем, мы всегда готовы. Там же у нас сад скульптур и у нас Одесский двор, который так, ну, в общем-то, окунает вас в эти самые Одесские дворы. Ну, это иногда бывает, что приезжают люди, которые говорят, что пропали Одесские дворики, вот уже нет. Но хочется сказать, что люди, в общем-то... Надо знать места. Ну, во-первых, надо знать места, а во-вторых, это нормально, когда люди хотят, чтобы у них как-то было более все удобное, качественное, а не так, чтобы кто-нибудь пришел, ой, какая прелесть, какая прелесть. Люди хотят тоже комфорта. Когда говорят, что там пропали, допустим, колодцы, ну, людям больше нравится пользоваться водой из водопровода, а не дождевой водой, которая набирается в колодец, да, то есть это естественный такой совершенно процесс. Ну, и чтобы вот так все до конца уже не расстраивались, ну, во-первых, да, надо знать места, это все у нас сохраняется, можно зайти к нам, опять-таки, в Одесский двор, и там как раз, ну, там и сейчас еще идет работа по внутреннему насыщению экспозиции, но внешне, вот она уже и везувийская лава лежит, которой мастили первую нашу Одессу, только-только первый камень, который мастили, и тот же самый колодец, и памятник всем одесским кранам, где, в общем-то, собирались и обсуждали. Ну, и плюс ко всему, разные мероприятия у нас задействованы и музыканты интересные, и писатели. Кстати, допустим, в субботу, тоже в субботу, в два часа дня у нас в музее состоится презентация альманаха Дерибасовская-Решильевская. 64-й номер, и этот альманах, он тоже посвящен так совсем-совсем истории города, Феликс Кохлик там подробно описывает, как можно будет проникнуться с каждым текстом, вот какой-нибудь кусочек Одессы захватить. Там же будет презентация одесского торта «Фонтан». Так что у нас все время есть чем удивлять. Ну, в принципе, жизнь литературного музея, она, в общем, насыщена, благодаря, собственно, сотрудникам литературного музея. У нас, к сожалению, мы можем говорить, конечно, бесконечно, время ограничено ваше. Тогда давай еще раз пригласим на всех 19 марта на музейную ночь. Мы ждем очень-очень 19 марта, в субботу, в 19.00, Лонжероновская-2, литературный музей, и, если вдруг что, телефон 722-3370. Звоните, узнавайте на Фейсбуке, ВКонтакте, на сайте музея. Всю эту информацию тоже можно легко найти. Мы ждем, мы готовимся, и, ну, правда, очень готовимся, приходите. Уже готовы практически. Да, да, естественно, готовы, но вот чуть-чуть. Приходите обязательно, утро на седьмом настоятельно рекомендуют, поскольку в литературном музее действительно есть на что посмотреть, есть что послушать. Ну, и благодаря вот таким инициативным людям, как Маше, там действительно интересно, и причем интересно будет всем без исключения. Былое дамы, 19 марта, начало во сколько? 19.00. В 19.00 обязательно приходите. Ну, мы благодарим вас за то, что эти два часа были с нами, праздновали мы сегодня День Святого Патрика, рассказали, наверное, все, что возможно, вне зависимости от того, как вы проведете сегодняшний день, будете праздновать День Святого Патрика сегодня или нет. Утро на седьмом желает вам хорошего, продуктивного, солнечного дня, ну и на этом будем прощаться. Прощаемся с вами до следующего утра, желаем всем замечательного настроения и отличного дня. Счастливо, пока! Субтитры подогнал «Симон»